Добрый день, дорогие зрители, любители регби! Сегодня мы с вами наблюдаем заключительную игру первенства России среди юношей до 19 лет. Матч проходит в Сочи. Судья у нас сегодня Рустам Ашербеков из Тюмени. Ему помогает Андрей Баранов из Москвы. Роман Малышев из Казани. Вот начальный удар, очень хорошая такая, грамотная, зрелая ловля. И еще один рак, но хорошую игру в защите, тем не менее, москвичи показывают. Сейчас у нас будет еще один рак, еще один выход. И посмотрите, дробгол пробивает игрок Красного Яра и забивает. Потрясающе! А мы видим вот этот потрясающий дробгол практически с 10-метровой линии, 40 метров. Плюс еще играют они на преимуществе, вроде судья там показал. Или мне показалось. Хороший контакт, но мяч вылетает. Не смог игрок его как следует выложить после рака. Штрафной с где-то 22-метровой линии справа. Отличный удар. Нам покажут москвичи в коридоре. Вот ловят они, ну так я бы сказал, немного странно. И было не прыгающий поймало, а поймало последний игрок в коридоре, для которого роль это подчищать в каком-то смысле, если мяч пролетит через руки всех прыгающих. И счет остается 6-5. Минимальное преимущество сибиряков пока что в этом первом тайме. Напомню, дробгол они забили и штрафной, и один штрафной в хорошей позиции. Такой интересный атакующий удар был от 15-го номера московской команды. Это Алия Шахатаров был. И там судья свистит, что у нас будет. Это уже свисток на перерыв. Итак, возвращаемся мы на гостеприимное поле базы Юг в Сочи. Так играли в старые времена. Сейчас в основном стараются игроки ловить мяч в коридоре, но смогли все-таки преобразовать этот мяч в хорошую позицию для атаки. Хороший бьющий это очень важная составляющая успеха регбина команды. И вот мы видим, как в этот раз в обеих этих позициях выступал. Так по физическим данным он похож на современного центра и на игрока третьей линии. Вот он, кстати, опять прорвался вперед. И судья еще перед этим показал преимущество. А там, посмотрите, сейчас будет еще одна попытка. Да, прекрасно сейчас, остро сыграла сборная Москвы. Мы видели прорыв по левому флангу, а там быстрый вывод мяча. И в центре там пристроился первый номер. Это Денис Райко. Надеемся, что его молодой организм будет этому... Опять мы видим вот этого активного седьмого номера. Это у нас Савелий Слободкин. И там Иван Дорофеев мяч с мячом овладел и рвется вперед. И прекрасная попытка по центру. Осталось еще 15 минут играть. Посмотрим, какова будет реакция. Да, вот посмотрите, как хорошо подобрал мяч Дорофеев. Не ждали там его защитники команду мастеров. Мощно идут вперед. Зашли уже на половину поля Красного Яра. Там прекрасный переброс. Посмотрите, какой переброс был у девятого номера. В полуфинале Кубка Мира. А именно вот такой неожиданный проброс ногой. И там прекрасное набегание. Там аж два игрока. Еще один игрок, вышедший на замену Матвей Ширяев в первой линии. И смотрите, какой хороший быстрый проброс. Там опять Иван Дорофеев с мячом. И мне кажется, что вновь он оказался в зачетном поле. И судья сейчас будет консультироваться с Андреем Барановым. Опытный Андрей Баранов у нас. Показывает судья, что будет просмотр видео. Я не знал даже, что в этом матче у нас предусмотрено. Которые в... Вот мы видим, что будет, собственно, просматривать игрок. Вот Иван Дорофеев заходит в зачетное поле. И судья присуждает попытку. И еще одна попытка. Командой спортшколы Красного Яра там в опасной близости от зачетного поля сборной Москвы. И смотрите, какой прекрасный мол построили красноярцы. Первый раз мы видим в этой игре, мне кажется, четкую ловлю и построение мола. Но враг переведена игра. Там московская защита набегала извне игры. Судья дает преимущество. Но посмотрите, прекрасный прорыв, отличный прорыв. И вот она, попытка престижа. Свою попытку изобили реализацию. И счет у нас уже 16-29. Уже не выглядит он таким. Отреагировали на вот этот вот натиск. На веер. И вот я бы хотел отметить, что Дорофеев не только сам мощно идет вперед, но и отлично отдает пас. И вот он отдал пас там во внутренне на партнера. Уже совсем близко восквичи к зачетному полю красноярской команды. Вот они, не было игры вперед там. И посмотрите, сейчас будет еще одна попытка. Да, своим партнерам. И вот таким образом они занесли очередная возможность забить реализацию. И в этот раз она успешна. И продолжается там игра нападающими. Ну, можно сказать, что они, может быть, тоже и время так тянут. И выбивают мяч до предела поля. Время вышло. Видимо, судья подсказал, что окончилось время матча. И столичные рэгбисты празднуют победу. Субтитры создавал DimaTorzok